Привет, Иташи! Сегодня буду рассказывать о замечательной книге, которая называется «Кровь цветов». Автор у нас здесь Анита Амелезвани, книга из серии «Роза ветров», которую я очень люблю. И действие здесь происходит аж в 15 веке в Ираке, в общем, Персии. И повествует нам о том, как всё-таки создаются ковры. Как вы знаете, персельские ковры, они очень такие, у них хорошая слава. И мы имели дело с девушкой, которая главная героиня, и о её нелёгкой судьбе. И сначала она живёт в древне, в очень бедной семье, которая зарабатывает именно на изготовлении ковров. А затем судьба её перебрасывает уже в другое место. И я, признаться, в первый раз услышала о таком термине, как «сегэ». И то, что он под собой прозревает, уничтожил в меня ужас. Вы знаете, сначала кажется, что это просто обычная история о девушке, живущей в нелёгкие времена. Но когда читаешь дальше, то понимаешь, что на самом деле всё гораздо сложнее. Книга замечательна тем, что каждая глава оканчивается рассказом какой-либо восточной истории, сказки, можно даже сказать, со своими философскими какими-то посылами, терпкостью. Вот этот цветочный стил, цветастый стил, как там правильно, своеобразный, вот этой вот восточной терпкой. И эти истории удивительны. Особенно мне порадовало, что здесь есть история о Лелии Минджинуне, но она рассказывает немножко не так, как я с ней знакома, но тем не менее. И поразительно, но где-то центральная часть книги посвящена сексу. Ну, здесь нет таких подробностей. Это не порнокнига, это скорее такая эротика, потому что хоть и понятно, чем там двое занимаются, но нет такого прям, не знаю даже, как это выразить, ну вот нет такой вот прям порнухи, а все так более-менее в рамках, но достаточно большой кусок книги этому посвящена, таким вот отношением. И это как-то, даже меня немножечко это смутило, но потом, когда я уже дочитала до самого конца книгу, поняла, что без этого книга не получилась бы такой целостной, какой она получилась. Вообще книга очень долго от себя не отпускает. Вот я ее прочитала несколько дней тому назад, но до сих пор хожу и все донимаем, когда она прочитает свою книгу, то есть читать сейчас, чтобы поскорее начала читать вот эту книгу, потому что мне очень хочется с ней многое обсудить, и повосхищаться, повозмущаться, в общем, поделиться эмоциями, вот. Она реально вот цепляет. Вот пока читаешь, этого не замечаешь, но когда послевкусие хорошее такое, думаешь об этом долго и много, перевариваешь у себя в голове. В общем, классная книга. Да, и еще такой момент есть, интересный. Когда вы читаете пролог, там рассказывается конец истории. И можно подумать, что это такое очень сильное спорье. Вот знаете, например, если вспомнить аниме Сэлла Рун, там в каждом оппинге, не только в самом первом, если его смотреть, то можно понять, чем все закончится вообще. И многие японские, корейские дарамы этим грешат. А в данном случае, как будто рассказывается уже концовка истории, ты думаешь, ну вот, типа, я теперь все знаю. Но нет, когда вы вычитываете книгу, вы понимаете, что на самом деле ничего вы не знали. Вот, ну и ничего, вот, что пролог не дал вам, не раскрыл на самом деле никаких тайн, а наоборот, вы дочитываете и думаете, м-м-м, вот оно что, вот оно как оказывается. То есть такая очень однозначная книга, написанная необычно, и немножечко... У меня есть такая фишка, я очень... Позвучит как хвостовство, но очень прозорливо в плане предсказания, сюжета фильмов, книг и так далее, что там будет дальше. Буквально каждый тайн могу предвосхитить, и это мне несколько усложняет жизнь, потому что мешает наслаждаться процессом. Но каждый раз, когда окружающие в Ниндуме на меня смотрят, что я смогла такое не предсказуемое предсказать, и вот, как ты это делаешь? У меня навсегда, всегда на этот вопрос есть один ответ. Закон жанра. То есть, ну, подразумевается, что жанр, в котором снят фильмы, написана книга, в таких жанрах подобное развитие события, но закономерно. Вот эта книга послала на тряс веселой буквы сразу несколько законных жанров. Реально, она удивляет, удивила меня. Она удивила меня в очень многих местах, и, пожалуй, это её самое главное изюминка. Пожалуй, это всё, что я хотела сегодня рассказать об этой книге. Так что, думаю, не пора заканчивать. Пока-пока и до скорых книг.